Депутатов Сызрани призвали срочно привиться от коронавируса, чтобы личным примером показать землякам важность вакцинации. Это делается ради наших жителей, среди которых есть и противники прививок, и люди сомневающиеся. Одним мы с этой проблемой не справимся, заявили главные врачи городских больниц. Я от имени коллег прошу вас, депутатов, оказать нашему медицинскому сообществу помощь для того, чтобы агитировать людей и люди приходили к нам на вакцинацию. Потому что пока не будет проведена всеобщая вакцинация, то есть с ковидной инфекцией мы не справимся. С научной точки зрения для победы над инфекцией нужна иммунная прослойка населения, то есть привить нужно не менее 60% горожан. Спрос на вакцинацию большой, но нужен еще больший поток жителей. Скоро в Сызрань вдобавок к «Спутник Ви» поступит и новосибирская вакцина, что позволит прививать еще больше граждан. Причем медики рекомендуют не гадать о том, какая вакцина лучше, поскольку они обе прошли испытания на эффективность. Потом задают вопросы, нужно ли проверяться перед прививкой, то есть необходимо ли что-то еще, кроме осмотра врача, как при обычной прививке. Естественно, эти вопросы поднимаются и мы будем стараться с вашей помощью искать на них ответы и объяснять людям. Одно из многих опасений, связанных с ковид-19, заключается в том, может ли человек, переболевший им, заразиться снова. Повторное заражение коронавирусом может протекать тяжелее, чем первое, заявил главврач Алексей Гайлис. Он отметил, что после ковида может начинаться депрессия, есть риск обострения хронических заболеваний. Осложнение может идти на почки, зрение и сердечную систему, сообщил главврач. Мы занимаемся сейчас обзвонами, обзвонами диспансерных групп, это людей с хроническими заболеваниями, те, которые в первую очередь подлежат. Мы их приглашаем, формируем листы ожидания, но на листе ожидания хотелось бы, чтобы людей было больше. Для тех, кто надеется, что коронавирус обойдет его стороной, главврачи предложили выдать защитные комбинезоны и провести экскурсию по палатам госпиталя, где страдают пациенты с ковид-19. Медики отметили, что вакцинироваться нужно и тем, кто переболел коронавирусом. Конечно, перед процедурой необходима консультация врача. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.